РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОСТРАНСТВЕЕ ПУТЕШЕСТВУЕМ СО СМЫСЛОМ Скальные монастыри Болгарии таят в себе множество загадок. Ответы на них ученые будут искать еще много лет. Одним из самых таинственных знатоки называют монастырь Аладжа. Он находится на северо-востоке страны, в древнем лесу. Сейчас это национальный парк «Золотые пески». Нельзя с уверенностью сказать, кто и когда основал здесь монашеское поселение. Предположительно, первые христианские отшельники выдолбили пещеры в отвесной 40-метровой известняковой скале еще в IV веке, когда на Балканах только начало распространяться христианство. Расцвет монастырского жительства пришелся на XIII столетие. Считается, что именно в это время в скале в два яруса были сделаны многочисленные монастырские помещения. Храм, часовня, кухня, трапезная, братские кельи и склеп. В конце XIV века Болгарию захватили османы. Борясь с христианством, они разорили искальную обитель. От монастыря не осталось даже имени. Сейчас уже и не узнаешь, какому святому он был посвящен. Аладжи – это позднее турецкое название, в переводе оно означает «пестрый». Видимо, так захватчики нарекли пещерный городок за красочные фрески, которыми были покрыты стены скальной церкви. Еще в начале XX века эти иконы были хорошо видны. Болгарские художники успели сделать акварельные копии древних росписей. Только благодаря этим зарисовкам известно, как выглядели фрески. Сейчас от них сохранились лишь отдельные, едва различимые фрагменты. В 800 метрах от Аладжи находятся так называемые катакомбы. Еще один комплекс пещер, высеченных в скале в три яруса. В катакомбах можно увидеть церковь, комнаты, в которых жили иноки, и несколько могильных камер. На стенах здесь сохранились христианские символы, крест, а также греческие буквы Альфа и Омега. Неподалеку от катакомб можно увидеть остатки раннехристианской базилики и древних жилых построек. В этих развалинах ученым удалось обнаружить обломки керамики и монеты, датируемые V веком. Это дало возможность сделать предположение. А что если здесь, в лесах Болгарии, находился один из тех христианских центров Черноморья, что упоминается в хрониках императора Константина Багряна Родного? Пещерная обитель находится всего в 14 километрах от Варны, а от курорта Золотые пески и того ближе, буквально в пешей доступности. За час вы не спеша дойдете до скал по тропинке через национальный парк. Таблички с указателями помогут вам сориентироваться, а воздух здесь какой. Если вам доведется отдыхать на болгарском побережье, непременно совершите путешествие к монастырю Аладжа. И для души, и для здоровья полезно. С вами путешествовал я, Дмитрий Серебряков, а программа подготовлена по материалам журнала «Православный паломник». Пространство